Радиозвезда Рихард Зорге Рихард Зорге Рихард Зорге В Японии у него были помощники, несколько человек. Это всегда риск. Что знают двое, знают все. Однако истинные причины провала группы Рамзая знала вначале только японская контрразведка, а затем в 1945-м эти секретные материалы достались американцам. Есть версия, что Рамзая предали. Кто знает. Зато хорошо известно, что будучи под колпаком, советский разведчик успел таки отправить в центр секретное донесение. Японцы собираются атаковать Перл-Харбор. Удар будет внезапным и очень мощным. Необходимо предупредить союзников. Почему столь важная информация не попала в США, неизвестно. На допросе он заявил откровенно. Я советский разведчик. Но в Москве от него открестились. Не знаем такого. В списках не значится. Его могли обменять. В советском плену находился замминистра обороны Японии. Но из Москвы вновь и вновь приходили стандартные ответы. У нас таких нет. В 10 часов 20 минут утра 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме заключенному под псевдонимом Рамзай зачитали приговор. Вы агент Коминтерна в Японии. Приговор – смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. И от вас ожидают, что вы достойно встретите смерть. Через несколько минут советский разведчик будет повешен на рояльной струне. Он был жена трижды. Последняя гражданская жена – японка. Именно она в 1949 году разыскала останки советского разведчика в тюремной братской могиле. Кремировала и позже перезахоронила на кладбище в пригороде Токио. На могиле положили памятную плиту с надписью на японском и немецком языках. Всего два слова. Рихард Зорге. Тайная война.